Всем привет! Вы на канале Народный Добзор, меня зовут Арсений, и сегодняшнее видео будет посвящено правильной настройке Wi-Fi на роутерах Kinetik. Ну, прежде чем мы перейдем непосредственно к настройке, давайте поговорим про общие моменты. Вообще, зачем нам это надо? Ну, вполне очевидно, чтобы добиться высокой скорости соединения. Когда у вас провайдер ваш предоставляет скорость 50 Мбит, 100 Мбит в секунду, это, в принципе, вас может уже и не интересовать, потому что скорость достаточно низкая. В свое время, когда я подключил себе тарифный план на 500 Мбит в секунду и входящей и исходящей скорости, я заметил, что, собственно говоря, настройка роутера, она действительно может ощутимо повлиять на получаемые результаты. Ну что, поехали! Итак, давайте сразу посмотрим, в принципе, на интерфейс панели управления маршрутизаторами и роутерами Kinetik. У нас здесь есть много всего, но нас с вами сегодня интересует именно настройка Wi-Fi, поэтому мы с вами переходим в раздел «Мои сети и Wi-Fi». Домашняя сеть, если мы с вами настраиваем домашнюю сеть, у меня, как можете видеть, есть еще сеть Smart Home и сервер. Это другие сегменты сети, они изолированы друг от друга, но мы с вами будем настраивать, соответственно, домашнюю сеть. Что у нас здесь с вами имеется? Ну, естественно, есть имя сети, защита сети, пароль, расписание работы. Но в разделе «Дополнительные настройки» кроются важные детали. Здесь у нас есть ряд, собственно, настроек, которые так или иначе влияют на качество передаваемого сигнала и конечную скорость. Как нам с вами проверить скорость? Если мы будем запускать какие-то приложения по типу спид-теста, это не совсем верно, потому что помимо нашей сетевой инфраструктуры, есть еще и инфраструктура провайдера. И она может испытывать сама нагрузки. И в разные моменты времени скорость интернета может плавать сама по себе. Нам же с вами нужно убедиться в том, что наш с вами Wi-Fi работает правильно. Для этого есть такая утилита, она называется iperf3. И, кстати, на сайте Кинетика есть подробная инструкция, как тестировать скорость с помощью этой утилиты. Для того, чтобы, так сказать, осуществить тестирование, нам необходимо развернуть серверную и клиентскую часть приложения. Я использовал для тестирования свой смартфон. Скачивается приложение, соответственно, вот так вот оно называется. Magic iperf including iperf3. Его можно скачать с сайта 4PDA. А вот в качестве серверной части мы можем использовать либо персональный компьютер, либо сам роутер Кинетик. Так как компьютер сам может быть подключен хоть через Wi-Fi, хоть через Ethernet, и тоже может быть слабым звеном, я предлагаю тестирование делать непосредственно через роутер. Для того, чтобы протестировать с использованием роутера нашу скорость, нам необходимо зайти в настройки роутера, параметры системы, и убедиться, что в разделе изменить набор компонентов, и убедиться, что у нас установлен компонент поддержка открытых пакетов. Если он не установлен, устанавливайте, роутер перезагрузится, а после этого нам необходимо будет подключиться по Тилнету к роутеру, для того, чтобы, собственно говоря, как раз и осуществить это тестирование. Опять же, у Кинетика есть подробная информация о том, как подключаться к консоли через Тилнет и так далее. Все у них на сайте можно найти. Я этот момент буду опускать сейчас, это не сама цель этого видео. После того, как мы с вами запустили через консоль на Кинетике эту утилиту, мы можем переходить непосредственно к тестированию. Итак, после того, как вы запустите эту утилиту на Кинетике и скачаете соответствующее приложение на ваш смартфон, выглядит оно вот так. Здесь нам необходимо будет прописать команду на сайте Кинетик. Опять же, все это прописано, указано точнее. Переключить режим работы в IPR в 3. Ну и, собственно говоря, еще разок, да? Вот наша команда. Здесь прописан IP-адрес роутера. И дальше у меня указан флаг-р. Что это такое? Сейчас мы с вами об этом поговорим. Значит, по умолчанию утилита, которая находится на сервере, если мы укажем вот такую команду без defis-r, у нас тестирование будет происходить по передаче данных со смартфона на сервер. В нашем случае сервером выступает роутер Кинетик. Если мы укажем defis-r, то тестирование будет происходить по передаче данных с сервера на смартфон. То есть это reverse mode, обратный режим. После того, как мы с вами указали эту команду, нас в первую очередь интересует входящая скорость на смартфон. Мы переводим вот этот ползуночек из режима Stopped в режим Start. И у нас идет само тестирование. Собственно говоря, здесь у нас появляется скорость. И вот мы можем наблюдать, что средняя скорость моего соединения составляет 606 Мбит в секунду. Это на прием. Если я удалю буковку R и снова повторю запуск этого приложения, скорость пониже, что в принципе логично, потому что у нас мощность передатчика в смартфоне намного ниже, чем в роутере. Ну и вот мы видим, что скорость составила 443 Мбит в секунду. Отлично. То есть вот оно наше средство, с помощью которого мы будем анализировать качество Wi-Fi сигнала. Вполне понятно, что ваш смартфон должен поддерживать все последние технологии, которые поддерживает ваш роутер. Потому что если у вас роутер по стандарту AX3 200 или еще выше с Wi-Fi 6, а смартфон у вас Samsung Galaxy S2 2012 года выпуска, смысла в этом будет мало. Поэтому убедитесь, что устройство, с помощью которого вы будете осуществлять тестирование, оно поддерживает все современные протоколы и стандарты, которые заявлены в вашем роутере. В противном случае можно воспользоваться ноутбуком. Но опять же, ноутбук должен быть достаточно свежий. Что теперь? Теперь мы с вами переходим непосредственно в раздел «Домашняя сеть» и начинаем тыкать вот эти настройки. Давайте про них поговорим. Первое. Ширина канала. Если говорить очень грубо, то вещание у нас радиосигнала происходит на какой-то определенной частоте. Но на самом деле это не одна какая-то частота, там 2,4 ГГц, а это набор частот. У него есть ширина канала, ширина спектра. Вот как раз на этой картинке видно, что центральной несущей частотой является 2,437 ГГц. Но на самом деле за счет того, что ширина канала 22 МГц, у нас захватываются и вот эти вот частоты. Чем шире канал, тем больше информации за единицу времени можно передать. Ну, представьте себе, что канал – это труба. Чем больше труба, точнее диаметр ее больше, тем большее количество воды за единицу времени можно по ней пропустить. Но здесь есть нюанс. Если мы говорим про каналы вплоть до 80 МГц, и тут вопросов практически не возникает, то вот что касается каналов с поддержкой 160 МГц, работать они будут качественно, только при условии, если у нас выбранный канал 36, либо, я могу ошибаться, 140. У Кинетика, кстати, на сайте про это тоже все написано. Потому что... Потому что... Потому что потому... Не буду я застрять на этом внимании, просто поверьте. Вот у меня компьютер, в принципе, поддерживает 160 МГц, на нем есть встроенный Wi-Fi модуль, и в этом режиме вроде как скорость достаточно неплохая, но, к сожалению, нестабильная. И поэтому я вот сегодня, перед тем, как записывать этот видеоролик, вдоль и поперек все протестировал, и пришел к вот такой конфигурации 20, 40, 80 МГц. Это первая и самая главная, на мой взгляд, настройка, которая определяет возможность обеспечения высокой скорости соединения с роутером. Вторая немаловажная настройка. Это стандарт. Ну, вполне понятно, что выбирать нужно два последних. В моем случае у меня роутер Kinetic Ultra KN1811. Если у вас роутер без поддержки Wi-Fi 6, то, соответственно, у вас будет либо режим ANAC, либо NAC. Я выбираю вот этот режим, потому что режим просто A, он устаревший, и нужен для поддержки совместимости со старыми устройствами. Про это тоже, кстати, надо знать и понимать, что если у вас какой-то есть древний телевизор или еще что-то, он может просто отказаться работать в более современных стандартах. Номер канала. Значит, по сути дела, это как раз выбор частоты, на которой будет происходить вещание. Если у вас очень много соседей, а даже лучше, вы живете в коммуналке, у вас там вокруг комнаты сверху у соседей, снизу у соседей, у всех в комнатах стоят роутер, вам нужно выбрать канал посвободнее. Сделать это можно либо при помощи встроенного анализатора в роутеры Kinetic, я не буду на нем застрять внимание, либо скачав приложение, например, Wi-Fi Analyzer. Давайте сейчас покажу просто, как оно выглядит. Там все интуитивно просто. Вот такое приложение показывает нам, на каких каналах вещают какие сети. На них можно нажать и получить информацию более подробно. А можно перейти в режим со звездочками и проанализировать свободность канала. То есть здесь мы благодаря звездочкам видим, что вот у нас сейчас 36, 40, 44 каналы, они заняты. Ну и вполне очевидно, потому что у меня роутер на этом канале работает. А вот эти они свободные. То есть если у нас канал свободный, значит в нем передача ни соседями, ни кем другим не ведется, предпочтительнее выбирать его. Либо можно вообще использовать автоматическую настройку, и тогда роутер сам будет переключаться между каналами при необходимости. Дальше. Мощность сигнала. На уровне подсознания может показаться, что чем мощнее, тем лучше. Вообще не факт. Много от чего зависит. Поэтому здесь просто нужно поэкспериментировать. Попробовать установить на 25% запустить IPRF. Попробовать на 50% запустить нашу утилиту. Проверить скорость соединения с роутером. И вот таким опытным путем, собственно, и подбирать. Теперь быстренько проговорим с вами про вот эти галочки непонятные. Стоит их включать, не стоит их включать. Какие-то с завода могут быть включены. Значит, прежде чем мы будем говорить про их конкретное описание, я могу сказать вам сразу, что универсального рецепта нет. И хоть Кинетик на своем сайте предлагает в рамках тестирования скорости отключать все остальные Wi-Fi клиенты, я считаю, что это делать не надо. Смотрите. Вот, например, вот этот пункт DLMO MIMO и OLMO MIMO это реализация уже спецификаций Wi-Fi 6, которые позволяют улучшить на скачивание, либо на выгрузку, download и upload, насколько я помню, за счет того, что вещание происходит сразу на всех клиентов. Multi-input, multi-output. Но, если у вас в сети есть старые устройства, включение этих опций может все затормозить. И вообще, эта вещь достаточно непредсказуемая. Поэтому тестировать, я считаю, правильно тогда, когда у вас включены все ваши Wi-Fi устройства, которые будут у вас работать на постоянной основе. Единственное, что сделал я, прежде чем осуществлять тестирование, я отключил от интернета свой сервер, потому что он дает нагрузку. Это вполне понятно. Давайте я вам покажу, собственно, как выглядит моя квартира на плане. Вот сейчас вы ее можете видеть. Ultra у меня стоит прямо над входной дверью в коридоре. Компьютер у меня находится вот здесь. Ну и тестирование я делал вот в этих точках. И вы можете посмотреть, каких результатов я добился вот благодаря тупо смене полосы 160 МГц на 80. Пока у меня была полоса 160 МГц, я с помощью смартфона получал, вот в точке, где я сейчас сижу, за своим рабочим местом, где у меня компьютер стоит, на вход 414, так, нет, простите, это скорость интернета, на вход 393 МБит, на выход, то есть из смартфона в роутер, 355 МБит. После того, как я поменял полосу на 80, это вот этот вот пунктик у нас, да, у меня скорость подросла до 508 на вход, опять не туда смотрю, простите, 713 на вход и 529 на выход. Согласитесь, это ощутимая разница. И, кстати, почему вот нет смысла тестировать именно скорость интернета? Интернет у меня 500-500. То есть вполне понятно, я бы никогда не получил такую скорость, потому что в таком случае у меня уже интернет является слабым звеном. А я борюсь за устойчивость и за надежность. Как вы можете видеть, по результатам всех настроек, вот в этой точке, за счет прямой видимости, я получил вот такие скорости. Первая цифра это на вход, вторая на выход. В коридоре, ну прям совсем практически там в одном метре от роутера находился, вот такие цифры. На кухне это самый дальний уголок, вот такие. В принципе, результатом я очень доволен. Но как я к нему пришел? Итак, какие у нас здесь параметры, в общем-то говоря, могут быть полезны? Ну вот бимформинг это технология формирования лучей. Можете подробнее вы в интернете почитать. Я ее всегда оставляю. У меня никогда не было ситуации, при которой с выключенным бимформингом скорость была бы выше. Все остальное, в моем случае, оно негативно сказывается на полученной скорости. Почему? Давайте я сейчас вот немножко вам покажу. У меня система получается вот такая. У меня есть ультра, у меня есть несколько проводных клиентов и огромный зоопарк из Wi-Fi клиентов. Соответственно, ноутбук у меня не новый, принтер, в принципе, они там не поддерживают какие-то большие скорости. Всевозможные лампочки, телевизоры, камеры. Кто-то из них точно тормозит. И вот поэтому я все тестирование производил вот с включенным всем вот этим оборудованием. Единственное, что я отключил, я отключил сервер, чтобы не шла никакая нагрузка на сеть, потому что может быть в этот момент кто-то там что-то смотрит из моих товарищей, которые используют вместе со мной мой домашний сервер. Или кто-то что-то скачивает. Соответственно, я, естественно, всех предупредил о том, что сейчас будет происходить тестирование сети, поэтому сервер будет временно недоступен. У меня есть файлик, в котором я фиксировал различные изменения. Ну вот и давайте посмотрим. Здесь у меня включен и TX Burst. Это опция, которая отвечает за увеличение мощности на передачу. Но здесь указано, что это относится к клиентам, которые работают по стандарту N либо AC. Соответственно, у меня основная задача была сделать максимально высокую производительность для смартфона и для всех современных устройств. Если кто-то что-то не поддерживает, пусть работает с маленькой скоростью. Здесь я получил 343 мегабита. Значит, осуществлялась, соответственно, передача на смартфон. После этого я выключил вообще все галочки. Но мы видим, что это все еще происходит при тестировании с полосой 160 МГц. Последовательность тестирования сохраняется. То есть, у меня в момент, когда была включена полоса 160, я вот так все тесты проводил. Я выбрал наиболее оптимальный режим работы. После этого начал играться с полосой. То есть, последовательность она примерно такая. Получил 368 мегабит. После этого включил вот эту технологию. Получил 343. В общем, разные опции я включал. Где-то скорость становилась больше, где-то она падала. В конечном итоге я пришел к тому, что вы видите на своих экранах. То есть, вы можете прочитать, что это такое вообще, каждая из этих опций. В любом случае я могу сказать, что вне зависимости от того, насколько звучит здраво включить поддержку вот этой технологии и вот этой. Лучше проверять. Итак, еще разок. Давайте небольшой сделаем срез. Первое. Устанавливаем утилиту на телефон и на кинетик. Начинаем тестировать скорость. Сбрасываем все галочки на состояние выключено и проверяем, какие результаты у нас получаются. Можно по такому пути пойти. Поиграться с полосой, поиграться с мощностью сигнала, поиграться с каналом. Вот после того, как вы определили комбинацию, при которой наиболее высокие показатели скоростные, можно уже пробовать включать эти галочки. Естественно, нет смысла пробовать устанавливать каждую из доступных мощностей сигнала с этой полосой, с этой полосой, с этой. Нет. Оно друг с другом никак не связано. Это два отдельных параметра. Поэтому можете начинать сначала с мощности, потом пробовать менять полосу. А потом уже включать, выключать вот эти галочки. В конечном итоге можно еще смотреть на канальную скорость, которая отображается на... Да, кстати, у меня настройки вот такие актуальные. Beamforming включен, а это выключено. В разделе статус системный монитор у нас есть возможность перейти в список клиентов и посмотреть, кто работает с какой скоростью. И вот здесь в принципе видно, с какой скоростью работают мои устройства. Смартфон сейчас у меня подключен к камере. Сейчас я его отключу. Вот у меня появился смартфон. У меня показывает канальную скорость 960 мегабит в секунду. Сейчас прыгнул на 720. А я напомню, что мы сейчас с вами находимся вот в этой... Ой, здесь нет... Вот. Вот в этой точке. Роутер здесь. То есть, по сути дела, через две капитальные стены идет сигнал. Кстати, вот этот рисунок будет использоваться в следующем моем видео, в котором я расскажу про кинетик-спринтер. Ну и, собственно говоря, вот таким способом можно оптимально настроить скорость и получить хорошие скоростные показатели и результаты. Надеюсь, это видео было полезным. Не забудьте, что у меня есть дзен-канал, на котором выходят также текстовые статьи. Если вы подпишетесь и будете смотреть меня именно там, я скажу вам огромное спасибо, потому что там мне платят за просмотр целых 4 копейки за минуту. Ну и, в общем-то говоря, будем с вами на связи. На этом у меня пока все. С вами был Народный Добзор. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok